Решаем задачу дегибридная, но второй признак у нас сцепленный с х-хромосомой. Между первым и вторым признаком независимое наследование, а второй признак сцеплен. У человека ген дальнозоркости доминантен по отношению к гену нормального зрения, а ген дальтонизма рецессивный и сцепленный с х-хромосомой. Дальнозоркая женщина, не страдающая дальтонизмом, отец, который был дальтоником, но хорошо видел вблизи. Выходит замуж за мужчину с нормальным зрением, не страдающим цветовой слепотой. Составьте схему решения задачи, определите генотипы родителей, возможного потомства, вероятность рождения в этой семье дальнозорких детей дальтоников. Записываем условия. Точно так же, как и в обычной задаче, но один признак у нас будет сцепленный с х-хромосомой. Соответственно, дано, ген, фен. Сначала записываем тот признак, который аутосомный. А за главная у нас дальнозоркость. А строчная, рецессивный. Это будет нормальное зрение. xd большое, нормальное цветовое зрение. xd малое, дальтонизм. Соответственно, y признака не несет. Еще раз обращаю внимание. Те признаки, которые аутосомные, мы записываем обычными нашими буковочками. Латынь, естественно. А те признаки, которые сцеплены с х-хромосомой, то мы записываем вот здесь, над х-ом. То есть сверху, да, индексом. Доминантный, рецессивный. И потом, когда у нас образовывается гомета, у нас полностью вот это вот все вместе идет в одну хромосому. Потому что эти признаки сцеплены, они не могут отделиться друг от друга. Теперь дальше. По условию. Женщина. Знак женщины. Дальнозоркая. Не страдающая дальтонизмом. То есть с нормальным цветовым зрением. Так как на первом месте мы записываем аутосомный признак, то мы пишем а большой вопрос. Дальше она женщина, поэтому мы записываем х-х сразу. И с нормальным цветовым зрением. Значит, здесь D большое, а второй мы опять не знаем. Ставим вопрос. Мужчина с нормальным цветовым зрением и не страдающий цветовой слепотой. Нормальное зрение. Нормальное цветовое зрение. Соответственно, нормальное зрение это признак рецессивный. Значит, обе буковки у нас будут строчные. Амалая, амалая. Рецессивная гомозигота. Теперь это мужчина, значит, x, y. И над x мы ставим D большую, потому что он у нас с нормальным цветовым зрением. Помним, что у нас по условию был дан еще отец мужчины, отец женщины. Отец, который был дальтоником, но хорошо видел сблизи, то есть с нормальным зрением. Помним символ, да? Кто? Отец. Чей? Женщины. Он был с нормальным зрением, но дальтоником. Соответственно, амалая, амалая. Х, D малая. Игрек. Вопрос. Определите генотипы родителей, возможного потомства. Значит, F1. Здесь мы поставим вопрос. И определите вероятность рождения дальнозорких, дальнозоркие дальтоники. Вопрос в процентах. И их пол нам нужен. Соответственно, вот здесь у нас будет вопрос. Нам нужны дальнозоркие, то есть с А большим, чтобы было, и с дальтонизмом, чтобы было, если это мальчик, то Х, D малая, Y. Если это девочка, то Х, D малая, D малая. Итак, что мы теперь можем сделать в первом? Да, анализ. Что мы видим в анализе? В анализе мы видим, что женщина имеет два вопроса. И нам дан ее отец для того, чтобы мы могли эти вопросы закрыть. То есть гамету А малая, Х, D малая, женщина получает от своего отца. То есть от матери она в Y получить не могла. Она от нее получила Х, D большое. И, соответственно, А большое она получила от матери, значит, А малая она получила от отца. И это мы записываем вот здесь опять первым пунктом. Решение. Так как отец женщины А малая, А малая, Х, D малая, Y, то гамету А малая, Х, D малая, и мы это пишем в один кружочек. Помним еще раз. Под правило частоты гамет у нас из каждой пары одна аллель идет в кружочек. То есть А малая и Х, D малая мы записываем в одну гамету. Они наследуются вместе. То гамету А малая, Х, D малая женщина получила от отца. Отсюда генотип женщины А большое, А малая, Х, D малая. У нас один генотип известен, второй генотип известен, значит, мы можем писать скрещивание. Родители. Женщина А большое, А малая, Х, D большая, Х, D малая. Это люди. Ставим знак стрелочку. Мужчина. А малая, А малая, Х, D большое, Y. Обращаю внимание, что у нас у женщины получится 4 типа гамет, у мужчины 2 типа гамет. Поэтому нужно обязательно рисовать решетку пеннета. Поэтому мы ее сразу можем и нарисовать, не расписывая изначально гаметы. То есть мы берем 2 строчечки, 2 столбика по гаметам мужчин, так будет удобнее, да, чтобы не лепить. И 4 строчки, потому что у женщины будет 4 типа гамет. Соответственно, вот у нас получилось 5 строчек и 2, и 3 столбика, потому что здесь мы еще гаметы должны записать. Здесь у нас мужские, здесь женские. У мужчины. Еще раз, пожалуйста, одна отсюда, одна отсюда. Соответственно, А малая, Х, D большое, вот у вас одна гамета получилась. Они вместе пошли. А малая, Y, вторая гамета. Не по отдельности, А малая, отдельно, Х, D большое. Они идут в одну гамету. У женщины А большое, Х, D большое, А большое, Y. А малая, Х, D большое, А малая, Y. Помним, да, то теперь соединяем вот так, как в табличке умножения. Получается А большое, А малая, Х, D большое, Х, D большое, А большое, А малая, Х, D большое, Y. А, А малое, х, Д, у А, А малое, ой, почему у нас два у, извиняюсь, ребята, вот здесь х, Д малое и вот здесь х, Д малое, женщина же это у нас А, X, Д малое, А, А малое, х, Д малое, у Теперь определяем и пол, и дальнозоркость с нормальным зрением, и цветовое зрение. У нас получается задача как бы тригибридная, видите, то есть у нас будут три признака, поэтому сначала расставляем пол, то есть вот это у нас женщины, вот это девочки в поколении будут, а вот это соответственно мальчики полностью, 50% мальчиков, 50% девочек. Теперь это дальнозоркость, 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 нормальное, это нормальное зрение, нормальное зрение, нормальное зрение, и вот здесь дальнозоркость, дальнозоркость, то есть опять у нас вот 50%, каждый, если признак отдельно рассматривать, то 50% дальнозоркостью, 50% с нормальным зрением. И, соответственно, дальтонизм. Где у нас получается дальтоник? Дальтоник у нас только вот один дальтонизм. А это все нормальное цветовое зрение, нормальное цветовое зрение, нормальное цветовое зрение, нормальное цветовое зрение, нормальное цветовое зрение. Это у нас дальтонизм. Вот xd малая получилась. Это нормальное цветовое зрение. То есть у нас получилась 1 восьмая мальчиков с дальнозоркостью и с дальтонизмом, а 1 восьмая с нормальным зрением и с дальтонизмом. Нас по условию просят найти дальнозорких дальтоников в процентах, то есть 1 восьмая и нормальных с нормальным зрением и с дальтонизмом. Соответственно, делим единичку на 8, и 1 восьмая, это у нас получается 12,5%. Значит, ответ. Вот где у нас, вот этих будет 12,5%. Ответ. Что у нас спрашивали? Определите генотипы родителей. Значит, в ответ мы сначала начинаем с генотипов родителей. Женщина, ди-гетерозигота, но гомогамный у нее пол получается. И мужчина у нас, амалая, амалая, х, д большое, у, гетерогамный пол. Теперь всех генотипы потомков, возможного потомства. Соответственно, мы записываем F1, и опять вот это сюда переписываем. То есть, у нас девочки получаются с дальнозоркостью и с нормальным цветовым зрением. У них два варианта генотипов. А большое, амалая, х, д большое, х, д большое. И вот второй, да? То есть, А большое, вот так, А большое, амалая, х, д большое, х, д малая. Теперь дальше у нас девочки. Девочки с чем? С нормальным зрением и с нормальным цветовым зрением. Нет дальтонизма. С нормальным цветовым зрением. Тоже вот две комбинации. Амалая, амалая, х, д большое, х, д большое, амалая, амалая, х, д большое, х, д малая. Дальше, мальчики. У нас одна часть получается с дальнозоркостью и с нормальным цветовым зрением. Это будут вот эти А, А, X, D, Y. У нас будут мальчики с нормальным зрением и с нормальным цветовым зрением. Вот они, А, А, X, D, Y. И вот теперь у нас те, которые с дальтонизмом по 1 восьмой. То есть здесь, получается, мальчики с дальнозоркостью и с дальтонизмом. Это А, А, X, D, Y. И вот, получается, мальчики с нормальным зрением, но дальтонизмом. Это будет А малая, А малая, X, D малая, Y. И вот этих у нас спрашивали, соответственно, 12,5%. Теперь не забываем записать закономерность. У нас закономерности было 3. То есть мы проводили анализ по родителям. Это между первым и вторым признаком независимое наследование. И по признаку цветового восприятия это сцепленное сэкс-хромосомой. Значит, закономерности между первым и вторым признаком независимое наследование. по признаку цветового восприятия. Можно по признаку дальтонизма, но лучше по признаку цветового восприятия. Это по норме пишем. Это сцепленное с X-хромосомой. И проведен анализ по родителям, потомству. Вот, ребята, еще обращаю внимание на то, что очень часто пишут признак сцепленный с полом. То есть это не совсем корректно, потому что женщина, получается, носитель в данном случае не больна. То есть признак сцепленный с X-хромосомой. А бывает еще признак сцепленный с Y-хромосомой. Это мы сейчас следующей задачей рассмотрим. Поэтому кому нужно, посмотрели. Итак, у нас дано, у нас есть решение с анализом, у нас есть табличка Пенета и у нас есть ответ. Значит, мы все условия, которые нам были необходимы, соблюли.